День воскресный, день чудесный! Сегодня я к вам спешу, на мой взгляд, с очень актуальной темой, которая касается абсолютно каждую семью в нашей стране. Ведь она касается жилья, ремонта, цен и обманов. В этом выпуске мы с вами посетим две квартиры, где вот-вот заканчивается ремонт и остается только лишь заносить мебель. Сколько в конце 2024 года стоит сделать ремонт, если мы говорим про сегмент класса средний и чуть выше среднего, дешман и люкс какой-то мы сегодня затрагивать не будем. Все максимально приземленное к реальности. Чем отличается дорого от дешевого, от среднего, на чем можно сэкономить? Скажем так, поддельная труба без оригинала, то есть оригинал не будет рядом, ты их отличить не сможешь. Где и как вас могут обмануть? Вот за моей спиной, например, дома, которые еще вчера были новостройками, люди, покупая здесь квартиры, как правило, получают квартиру в черновой отделке. И таких домов по нашей стране полным-полно и становится еще больше. Как вас могут обмануть? Я расскажу вам немного своих историй, почитаем ваши комментарии, которые вы оставили в телеграме канала, и на основании этого у нас получится очень насыщенный информативный выпуск. Для этого выпуска мне понадобится прораб, у которого есть своя бригада. Я давно хочу снять этот выпуск, потому что я считаю, что он действительно вам поможет. Когда я делал ремонт, я снимал 4 серии про свою квартиру вживую, вам показывал. В частности, я пригласил Славу. Кто такой Слава? Ну, наконец-то мы с тобой встретились с точки зрения создания этого выпуска. Вот Слава не даст соврать, что я ему это предлагаю снять уже второй год. Да. Ну, реально. Расскажи немножко о себе, чтобы людям было понятно с точки зрения профессии. Образование, опыт, чтобы люди понимали. Ну, образование у меня высшее. Учился я в заочном отделении в Московском государственном строительном университете. После чего сразу начал работать. Я, будучи еще студентом, подрабатывал в сфере ремонта квартир. В принципе, был опыт работы в большом строительстве. После чего понял, что вот эта ниша, конкретно ремонт квартир, для меня более близка. Стал заниматься, я бы уже сказал, профессионально вот этой сферой, вот этой деятельностью. Как бригадир уже более пяти лет. Изначально я начинал как мастер. Вот, обучился неким, скажем так, навыкам. Вот, после чего уже стали идти заказы. Решил, что нужно создавать свою команду. Вот, и, в принципе, как бы с 19-го года, да, даже с 18-го года у меня уже своя команда, которая, в принципе, не меняется. Люди одни и те же. И мы с этими людьми работаем. Значит, все, что касается строительства, ремонта, всегда возникает вопрос. А кто ж эти иностранные специалисты? Ну, давай, просто, честно, смотри. Ты сам по себе молодаванник. Но ты больше 10 лет живешь в России, у тебя гражданство тоже российское. С 11-го года, да. С 11-го года я в Москве поступал в университет. Вот, именно с этого момента я живу в России. Непрерывно, скажем так. Да, у меня гражданство российское. Вот, ребята мои, у нас такое интернациональная комьюнити. Интернациональная команда, да. По большей части это тоже земляки мои, узбеки. Ну, есть пара белорусов. И, в принципе, на этом все. Вот, смотри, я просто хочу и земля, чтобы была. Почему мало в команде русских людей, казалось бы, а что наши, не могут что-то делать, все могут. Об этом тоже сегодня поговорим. Каверзные вопросы тоже буду задавать. В том числе, сколько вообще удается простому работяге зарабатывать, тебе условно зарабатывают. Цена метра квадратного за ремонт. Я очень вас прошу посмотреть на эту тему с разных сторон. Как на ней можно заработать и как в этой теме можно попасть и потом стараться не брать телефоны от заказчиков, потому что ответить нечего. Ну, давайте, как я сказал, идти по шагам. Первый шаг, с чего все начинается. С чего начинается ремонт? На моем опыте это звонок тебе, условно, как прорабу. Человек мне звонит, мы с ним условно обсуждаем какие-то нюансы по телефону. То есть, какие вопросы задает клиент. Прежде всего, это сроки реализации проекта и стоимость ремонта. Вот, я ему примерно озвучиваю. Если его устаивает, мы увидимся с ним на его объекте и обсуждаем какие-то детали. Сейчас же мы работаем по-другому. Если человек мне звонит из-за того, что реально звонков много, я отправляю на замеры дизайнера, если у человека нет дизайн проекта. Если же у него есть проект, он мне его скидывает, я делаю смету. И после этого, после утверждения сметы, имеется в виду стоимость ремонта, если его все устаивает, мы с ним видим себя на объекте, там уже договор, ну и обсуждаем какие-то нюансы. А вот дальше начинается погоня за более низкой ценой. Люди берут за основу сметы и начинают либо их рассылать, либо делать подобный запрос в другие компании, которых на рынке, ну если не тысячи, то уж сотни точно. И вы в этой погоне, внимание, всегда в кавычках выиграете, потому что вы всегда найдете того, кто вам перебьет цену, даст наиболее низкую, либо сможет вас, говоря по-русски, приболтать. И объяснить, что это подозрительно низкая цена, такой быть не должно. И попытается вам объяснить, что не 500 тысяч, а 700 тысяч, вот тогда ты точно получишь качество. И ты можешь поверить человеку, ведь первый шаг, он в любом случае будет связан с доверием. Если вы нашли общий язык, то скорее всего вы перейдете ко второму шагу, о котором я вам расскажу далее. Как вы поняли, мы перемещаемся на вторичку, но дом не совсем старый. Та самая история, когда ты, вполне возможно, живешь тоже на вторичке, что сделать? Дома гнездышко свое свить, ведь ценник на новые квартиры, ну и прочее-прочее, переезды, дорого. Да и, собственно, ремонт дома, так сказать, уют создать, всегда дело нужное. Как правило, я знаю, многие люди делают, только в ванной, только в туалете, кухня, точечно. Обо всем этом тоже поговорим. Ребята, мы с вами заходим в шикарную трешечку. Площадь которой 76 квадратных метров, но есть два балкона. С учетом их площадь примерно 82 квадрата. На сегодняшний день, вот актуальная цена, если вы зайдете на доски объявлений, вот в этом районе, в этом доме конкретно 30 миллионов хотят продавать. Это вам, к слову, это мы не где-то в центре, то есть, ну вот, один из райончиков Москвы. Это не самый прям бюджетный ремонт, где экономили на всем, но и не самый дорогой, то есть, это вот что-то типа среднего класса. Давайте посмотрим, что мы имеем. Ванна, туалет. Далее мы выходим с вами на кухню. Кухня действительно здесь получается просторная, в силу того, что в этом доме есть вот такие окна, это называется эркер. Как вы понимаете, на данный момент ремонтные работы заканчиваются, со дня на день будут устанавливать двери. Пока что еще в квартире капитальная уборка не происходила. Разрешили нам ходить в обуви. Ну и далее мы переходим с вами в прихожую. Оцените. На самом деле планировка у квартиры очень интересная. На мой взгляд, я так хожу, посматриваю, облизываюсь. Я понимаю одно, что не хватало бы где-то здесь иметь второй санузел, чтобы я сказал, вау, а вот это интересно. Одна из комнат. Фишка ее, что есть балкон, и фишка ее в том, что вот эта вот стена ненесущая. А вы знаете, что дядя Дима любит объединять гостиную с кухней. Таким образом, здесь действительно могла быть большая площадь. Так еще у тебя есть возможность выйти на балкончик, утеплить его, сделать здесь тот же самый рабочий кабинет, почему нет. Но в целом площадь действительно позволяет с квартирой поиграть. На этом балконе сделан с подогревом не только теплый пол, стена, этот парапет, он тоже утеплен, и в него тоже кинули теплый пол. Вот это прям 100% нужная вещь, потому что, как вы знаете, у меня так сделано дома, я постоянно нахожусь на балконе, даже в минус 30 на улице там находиться комфортно. Ну и далее у нас есть две дополнительные комнаты. Первая может использоваться под спальню вашу, детей. И вторая комната, которая тоже с шикарной изюминкой, но я вам честно скажу, квартира офигенная. Ну смотрите, выходишь сюда, у тебя получается раз есть окошко, здесь света просто много. И выходим дальше, здесь есть также дополнительно второй балкон. Квартира интересная, то есть обыграть ее, место для хранения, еще чего-то можно. Ну и ценничек, блин, нифига себе. Я его называю актуальные цифры, потому что человек, в частности, ее покупал в 2021, что ли, году. Один из инсайтов, который я вынес в создании этого ролика, если нужно что-нибудь качественное, надо потратить деньги. Ну а если хочется сэкономить, нужно знать, где и как, чтобы экономия не сказалась на конечном результате. И на самом деле, такой подход работает не только в ремонте, но и в бытовых ситуациях. Например, каждый из нас уже давно пользуется онлайн заказами, чуть ли не ежедневно. И тут есть способ сэкономить, не потеряв в качестве. Тут может отлично помочь Яндекс.Браузер. Он найдет работающие промокоды с дополнительными скидками для покупок и покажет их вам сразу на том сайте, где вы находитесь, если для него есть дополнительные скидки. Ну и вы точно пользуетесь плюшками от банка в виде кэшбэков. Так вот, тут тоже можно получить кэшбэк рублями дополнительно к банковскому, если оплатить покупку в Яндекс.Браузере и очень просто вывести на карту. Не переплачивайте там, где можно сэкономить с сохранением качества. Пользуйтесь Яндекс.Браузером и покупайте с выгодой. Сколько денег ушло на все то, что мы сейчас видим? Ребятам я уже показал, в каком состоянии вы получили квартиру и сколько сроков на все это дело ушло? В совокупности весь ремонт обошелся в 6 миллионов рублей. Это с учетом межкомнатных дверей, то, чего пока еще нет. Но это без мебели. То есть сюда входит сам проект, наша работа, черновые материалы и все то, что мы видим, включая кухню, радиаторы, окна и прочее. Срок реализации проекта, я, честно говоря, не помню, но, по-моему, около 7 месяцев плюс-минус. Это как бы немножко дольше того, что мы закладываем обычно, так как здесь не было дизайнера, то есть весь чистовой материал подбирал владельцы квартиры. Понятное дело, что где-то я ее консультировал, все черновые материалы покупал я, покупали в известном всем строительном торговом доме, то есть вот. И, в принципе, вот с кухней были задержки. Ну, то есть такие вещи, которые влияли на сроки ремонта уже в зависимости от подрядных организаций. То есть это мебель, кухня и прочее. Все работы под ключ, то есть и в районе стен полностью, менялась электрика, сантехника, вот, но сами материалы, конечно, здесь немного бюджетнее. Даже есть с вами с той же квартиры, к которой мы сейчас поедем. То есть там вообще цена чуть не в два раза выше, вот, за счет чего вот мы как раз-таки увидим. Но из особенностей, что следует отметить, из такого небюджетного, да, то есть это звукоизоляция потолков, вот в комнатах, то есть здесь натяжные, в комнатах у нас гипсокартон, вот в этой комнате гипсокартон, здесь и звукоизоляция стены. Вот, плюс еще из таких нестандартных решений, это подоконники с керамогранита, вот с запилами под 45. Ну, работа сам по себе тоже, ну, не дешевая. Динь-динь, денюжки. Далее я выведу вам на экран смету, чтобы можно было понимать, из чего такая сумма сложилась. Потому что по фотографиям видно, что была вторичка, в принципе-то не в плохом состоянии, не в самом убитом, ну и дом относительно свежий. Поэтому кто-то может сказать, что это глубокая косметика. Ну вот, на смете и разберем. Друзья, давайте, чтобы было интереснее, сейчас мы сделаем блок с вопросами на тему, а как вас могут кинуть? На мой взгляд, очень важный совет вам, когда вы гонитесь за низкой ценой, когда вы ищете себе подрядную организацию и вроде бы нашли по не самой низкой цене, внимание, обязательно подписывается договор, и оплата идет с вашей стороны постоплата. То есть сделали определенный объем работы, вы приехали, приняли его, заплатили. Услышьте, пожалуйста, ни в коем случае, никогда не давайте никаких авансов вперед. Мы договорились, руки пожали, строители еще ничего не сделали, но вам говорят уже, дай 50 тысяч рублей, и мы начнем. Дав, вот, казалось бы, небольшую копеечку при объемах на ремонт, строители могут просто-напросто пропасть. Это очень частая история, когда приехал, по ушам проехал, деньги взял, и чао-какао. Ну, давайте послушаем какие-то топ-вариантов обмана. Слушай, ну, первое, на чем можно прогореть, это то, что мы с тобой, в принципе, обсуждали, это низкая первоначальная стоимость ремонтных работ, плюс авансирование, после чего люди пропадают. Вот, если мы говорим уже про ход ремонта, то, скорее всего, это будет в объемах, то есть, условно, мастер может указать, что объем обрабатываемых стен, условно, там, 100 квадратов, по факту это 80-70 примерно. То же самое вот эти вот закупки строительного материала. Когда человек покупает где-то в сторонних местах, вот, приезжают непонятные чеки, возможно, по цене все ок, цена даже может быть ниже, чем в других местах, но соответствует ли количество закупленного материала, тому, что приезжают на самом деле. А, как правило, их никто не считает. То есть, приехало там 100 мешков, понятное дело, что заказчики их пересчитывать не будут. Потому что можно, допустим, закупить тот материал, который, в принципе, не требуется для проведения каких-то работ. То же самое, этот материал можно вывести на другой объект. То есть, вот этот процесс сам контролировать очень сложно. И по большей части тут стоит ориентироваться больше на честность людей. Ну, реально, этот процесс ты не проконтролируешь. Другое дело, когда вот, опять же, изначально обгаривается какая-то стоимость ремонтных работ, и по факту ремонтных работ бесконечные доп. работы. Да, так как человек не разбирается, да, условно, там, мастер говорит клиенту о том, если мы вам сейчас не поставим какую-то трубу, да, у вас там все пройдет через какое-то время. Такое тоже может быть. Поэтому я бы предложил все, если нужны рекомендации, все моменты в письменном виде обсудить до начала ремонтных работ, в каких случаях потребуется доп. работы, вот, как они будут оплачиваться, по какой ставке и прочее. Поэтому основное, опять же, подытожим, это на материале можно хорошо перегреться, ну, и на объемах. Даже бывает так, что сам мастер кидает условную смету клиенту, да, допустим, там штукатурка стоит столько же, там электромонтаж стоит столько же, а общий итог, ну, подсчет будет в конце, после проведенных работ. И вот здесь, как раз таки, можно попасть на недобросовестных людей. Может быть еще такое, что человек заказывает какую-то мелочевку, да, особенно вот при монтаже сантехнических работ, при электромонтажных работах, требуется очень, ну, большое количество мелочевки. Так вот, можно то же самое, там, заказать машину, она приезжает, ты, ответственно, от доставки, ну, от заказа отказываешься, оплачиваешь только доставку, и денежные средства, которые были оплачены, они возвращаются обратно на карту. Как бы ты так же можешь клиенту предоставить чек, а по факту этот материал может даже не приехать на объект. А сколько часто людей дурят? Во-первых, люди, скорее всего, этого не понимают, потому что это реально отследить очень сложно. Вот даже, как бы, я не могу сказать на 100%, что где-то кто-то из моих рабочих, да, тоже ничего не уносит из квартиры. Я этого не вижу. И все-таки, по большей части, я думаю, что это не так. Но, как бы, может быть всякое. В целом, как бы, ну, сфера такая, что если человек захочет хорошенько перегреться, то он найдет способ. Вот, поэтому на данной стадии, вот некоторые люди делают очень грамотно, я говорю сейчас про клиентов, они запрашивают стоимость работ и примерную стоимость черновых материалов. Понятное дело, что после того, как осмечиваются ремонты материалов, да, там разница может быть, там 10, может быть, ну, 15%, ну, никак, не 30, не 40. То есть это уже явный просчет. Поэтому, вот, если изначально человек запрашивает стоимость материалов, то уже, я думаю, что тот же пара будет более такой ограниченный с точки зрения проведения таких манипуляций. Ребят, а как вы думаете, электрокар и русская зима это вообще совместимые вещи? Особенно интересен этот вопрос в контексте китайских авто, которые все больше захватывают наш рынок. А вы вообще в курсе, что не так давно я был гостем на канале Анатомия Авто, где мы разобрали с Павлом Блюденовым всю внутреннюю кухню китайских машин. От кузова до дизайна и в сравнении с японскими моделями. Если, как и мне, вам интересно, насколько автомобили из Поднебесной отвечают высоким требованиям, вам точно зайдет. Безусловно, я вам рекомендую посмотреть выпуск Анатомии Авто с моим участием. Ну а возвращаясь к китайским электрокарам, с которых я начал, у Анатомии Авто вышел выпуск и на эту тему. Там Павел беседовал с блогером Кириллом Варпачом и представителем Ассоциации развития электротранспорта и инфраструктуры Ией Гордеевой. В выпуске они затронули тему устойчивости китайских электрокаров к нашим морозам. Важный момент, не правда ли? И раскрыли все подводные камни от вопросов инфраструктуры и сервисов до доверия наших водителей к китайским авто. Так что, если вам интересно, что ждет Автопром завтра и стоит ли вообще задумываться о китайских электрокарах, обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите Анатомию Авто. Подпишитесь на канал, ведь впереди много интересного. Вот можешь объяснить, от чего вообще зависят сроки? Вот сидит человек сейчас, он говорит, я бы хотел бы себе тоже сделать ремонт, но по срокам, как у Машкова, за 7 недель. Но не за 7 месяцев. Ты, наверное, помнишь, что у тебя, во-первых, работало несколько бригад сразу, плюс я затачил намного больше времени делать твой ремонт. Здесь же, вот когда люди ко мне приходят, я уже называю реальные сроки, то есть комфортные по исполнению. То есть я там, чтобы не бегал туда-сюда, чтобы комфортно было реализовать этот проект. Вот, каждый раз закладываю по 6 месяцев. Бывает так, что мы управляемся за 4, бывает так, что мы не укладываем все эти сроки. И тут уже очень много нюансов. Во-первых, поставка тестового тела. То есть с черновыми все понятно, мы там закупаем в одном и том же месте, там всегда есть все в наличии. Но если, допустим, человек решил себе взять какие-то условно-дизайнерские радиаторы, какую-то кухню нестандартную, вот тут уже бывает так, что радиаторы, вот был такой объект, мы ждали 2 месяца, только радиаторы. Плюс кухня, вот приехал замещик, да, и с момента замеров до полной реализации, ну, сборки кухни, да, проходит 3-4 месяца. А мы же как работаем? То есть мы начинаем проект, условно заходим первые, и последние же из объекта выходим. То есть в любом случае бывает так, что где-то мебельки что-то покоцали, где-то что-то, ну, не знаю, поцарапали, сломали. Мы выходим, это все устраняем и передаем заказчику ключи. А сколько человек работало вот конкретно на вот этом же вам примере? 1, 2, 3? Нет, тут немножко не так. Каждый раз, на каждый этап вводились 2 мастера. То есть было даже так, что вот сантехник работал сам, плиточник работал сам, ну, допустим, штукатуры вдвоем, маляры вдвоем, ну, то есть электрик тоже, там, по-моему, 3 человека, что ли, я не помню, сколько вводил. Но в целокупности, если посчитать, сколько людей было на этой квартире, то на человек 10 примерно. Вот, но они, опять же, бились на каждый этап, то есть по 2 человека примерно. Самое время рассказать веселую историю. Но начну я с телеграмма-каналов, которые бесконечно вас приглашают подписаться. Очень классный инструмент для создания выпусков. Я задал вопрос. Если у вас был опыт заказа ремонта, то он, какой он был? Позитивный, 20%. Был средний, 22% из запрошенных, 15% негативный, 4% это те, кого кинули, из 6 тысяч человек проголосовавших, это 213 человек, кого обманули. Ну, 15% делали сами, поэтому какие могут быть вопросы, и 24% это те, кто не делал. Значит, ребята, у меня опыт в ремонтах, в принципе, есть. Потому что когда-то я делал ремонты в комнатах, когда-то я делал ремонты в квартирах, делал ремонт с ноля в однокомнатной квартире, где я ранее проживал. И там была вот эта классика. Квартира, в которой я сделал ремонт от и до все сломали под ключ и возвели все заново. Я называю такой ремонт капитальный. Прораб на тот момент был Николай. Ну, имя псевдоним, потому что сам по себе Киргиз. Но на него я вышел по знакомству, по рекомендации, мол, все классно, работать умеет, работоспособный, с одной лишь ноткой. Главное, чтоб не запил во время работ. У меня был готов дизайн-проект, уже четкое понимание, что нужно делать. Приезжаем мы в день начала ремонта с Николаем и его двумя бойцами, двое русских парней. Ну, как парней, дядик. Все проговорили, руки пожали. Говорят, Дима, нужно внести какой-то аванс. Я говорю, не-не-не, ребята, стоп, аванса нет. Ну, дай хотя бы 5000 рублей на продукты. Мы сейчас начнем работать. Через 2-3 дня приедешь, уже будет какой-то проделанный объем, и ты сможешь начать платить. Я говорю, о, вот это разговор. Оплачиваю 5000. В тот же день должна была прийти и пришла доставка строительных материалов черновых. И, к слову, о том, как хорошо, когда есть консьерж. Я уезжаю домой. На тот момент я проживал в Кашире. Квартира в Москве. 100 километров разница. Вечером, часам к 11, мне звонит консьерж и говорит, Дима, Дима, твои рабочие нажрались здесь просто в слюни. Они встать не могут. Дверь в квартиру открыта. Материал приехал, лежит возле подъезда. Его никто не заносит. Я, естественно, такой, ух ты. А для меня это вот был первый опыт оказаться в подобной ситуации. В 11 или в 12 часов вечера я срываюсь из Каширы. Ловлю вот так вот за шкирку этого прораба, потому что в этот момент он с ребятами-то допился так, что он еще плюс-минус на ногах стоит и приехал. В Кашир его привезли. Я сажаю его в машину. Мы приезжаем через 40 минут в Москву и видим картину, как ребята лежат вот так вот вольтами просто спят, поднять ничего не могут. Мат-перемат, крики-оры. Давай-давай-давай. Материал кое-как занесли. Пока заносили материал, внимание, разбили несколько листов гипсокартона, что брак. Естественно, на чьих плечах будет брак. Вот я его увидел на плечах строителей. А вы его можете не увидеть. В целом просто поднимали, что-то сломали. Скажут, блин, не хватило материала, нужно еще. Доплати. Доплати ты. Короче, ребята, это очень весело. Вот эти пьянки-гулянки, которые могут быть в процессе ремонта, они повсеместны. Это часто бывает. И очень многие строители, в том числе прорабы, бригадиры, от этого страдают, если сам не грешишь этому. Кстати, посмотрите выпуск от прошлого воскресенья. Шикарный про тему алкоголя. Как мне кажется, очень даже интересный и полезный. Ну, а мы продолжаем. Это вообще что, типа, считается, тоже какой-нибудь бизнес? Нет, слушай, дом не бизнес. Это очень прикольный, кстати, дом. И особенность этого дома в том, что здесь квартиры сдавались без отделки. Все? Да, все без отделки. Работа была до хрена. Да, да, да. Вот это, конечно, жирный плюс для бригад, для строителей. Слушай, даже если в одном жилом комплексе три объекта, то это значительно упрощает, конечно. С квартиры на квартиру правильно перемещаться, заказывать, контролировать, все дело делать проще. В силу того, что все квартиры без отделки, это чувствуете, сколько в этой сфере денег можно зарабатывать? Вот ты, когда передвигаешься по объектам, приезжаешь в подобные дома, ты вообще видишь людей, которые все сам. В процессе общения ты же в любом случае как-то с другими соседями взаимодействуешь. И человек делает полностью все сам. Да, есть такие люди. Много таких людей? Слушай, их немного, но они встречаются практически на каждом жилом комплексе. То есть, если же во вторичках сложнее, то есть вообще сам ремонт во вторичной квартире, он сложнее. Поэтому там люди зачастую заказывают уже профессионалов. А здесь какой-то white box, либо уже готовая отделка, ну, полностью с милировкой. Кто-то там переклеивает обои сам, кто-то пересылает ламинат. То есть те работы, которые, в принципе, каждый может делать сам. Заходим в гости. 68 квадратных метров. И давайте первым делом познакомимся с этой двухкомнатной квартирой. И что здесь другое? Ну, в первую очередь, вы, конечно же, бегайте, глазами смотрите. Но я вам буду делать некоторый акцент. Во-первых, здесь та встраиваемая мебель, которая идет, она сама по себе дороже. Раз. Далее. Здесь, например, идут потолки с теневым профилем. Вот двери, например, смотрите. Двери уходят вровень. Как они называются? Скрытые, да. Скрытая установка. И, соответственно, двери тоже высоки. В силу того, что вот это новострой, вы видите высоту потолков. Когда мы заходим в другие комнаты, здесь видно, да, что поработали больше с тем же самым светом. Есть уже дополнительный элемент. В нашем случае это детская комната. Но вот встройка, подобная история, это тоже все приводит к удорожанию. В гостиной-кухне, если ее можно так назвать, но я бы назвал, конечно, ее просто кухней, потому что, ну, гостиная-кухня, это как бы, ну, посмотрите, просто площадь сама по себе небольшая. Но здесь первым делом, что мы видим, вот она, пошла вот эта история. То есть работали со стенами. Выступы различные, вот эта рифленая поверхность. С одной стороны, это вроде бы, да нафиг оно надо, но вживую это смотрится гораздо интереснее. Вспоминайте, предыдущий вариант, когда просто обои поклеили, тоже, на мой взгляд, неплохо. поставят кровать, торшерчик, цветочки, уютно становится. Но здесь чувствуется, да, так, что ремонт побогаче, подороже, в том числе, вот эта история, островок, можно присесть, отобедать, здесь телевизор. И вот на таких деталях, естественно, цена возрастает. Заходим в спальню, здесь нас встречает тоже, я бы назвал ее, акцентная стена, рифленая. Вот это может быть, дело просто покрашено. Вот даже там живой пример, да, смотри. Оп, 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 я здесь, я здесь, вот покрашена, как выглядит просто стена, и мы отталкиваемся с вами. А здесь как бы обработано, ну, условно дерево. Поэтому такие вещи тоже удорожание. Шкафы, естественно, это собирает там не Слава или не ваш прораб, это собирают мебельщики, но все равно под это тоже готовится ниша, учитывается. Плюс сюда можно вывести сразу свет, когда вы будете, например, шкаф открывать, ну, некоторые так делают, у них там загорается сразу автоматом свет, чтобы было комфортнее. С мебелью меня аж прям разрывает, я не могу не заострить ваше внимание на заказе мебели. В магазин приходишь, это тебе не нравится, это дорого, приходишь в официальный салон мебельный, блин, дорого, но всегда есть частник, у которого все схвачено, который на заводе всех знает, и чики-пики, он тебе сделает все точно так же, но дешевле. И люди вот так вот идут к нему, ну, там же дешевле, и еще они говорят, у меня все по договору, а потом моя почта, например, завалена письмами, Дмитрий, мы живем в живом комплексе, у нас живет, ну, вымышленный Сергей, имя изменено. Сергея знают все, потому что Сергей полжека кинул на мебель. Каким образом? Приходит, делает замер, называет шикарную цену, которая вас устраивает, берет с вас аванс и говорит, через две недели все будет готово. А через два месяца ты ему пишешь, ну, где же, Сергей, моя мебель? Завтра, завтра на заводе задержки, сейчас огромный спрос, все хотят купить, завод не успевает, ждите. И таким образом он тебе ни от чего, он ни от чего не отказывается, деньги вернуть он не может, потому что они все ушли на завод, подтвердить тебе он это не может и не хочет, вызвать полицию на этого Сергея, она приедет, скажет, ты, он скажет, я брал деньги, брал деньги, ушли в дело, ждем мебель. Все, это не мошенничество, ничего сделать ему невозможно. Стукнуть Сергея для того, чтобы вернуть его в чувство, в реальность, сразу уголовная ответственность. Все. Ты потом еще сам будешь извиняться перед ним, говорить то, что ты мне ничего не должен, только забери заявление. Поэтому здесь тоже очень важный момент. Заказ мебели строго только через проверенные контакты. Вот так вот даже просто визуально, если сравнивать две квартиры, ну вот это вот видно, что сделано подороже с точки зрения своего общего подхода, именно ремонта в квартире. Давайте посмотрим санузел. Первый. Их здесь несколько. Акцентная стена из плитки сделана. Далее еще одна стена из плитки. Обратите внимание, что когда вы приходите домой, основная такая зона, она идет из плитки, обработана. Соответственно, точно так же, мы когда заходим с вами в туалет, тоже идет продолжение плитки, и снизу везде стоят датчики подогрева. Таким образом, когда ты будешь вечером такой сонный, идешь в туалет, умыться, проснуться уже утром, тебе всегда будет комфортно, действительно круто. Ну и вот второй санузел, тоже небольшой. Здесь стиралка, сушилка. То есть, в целом, вот этой площади, казалось бы, для двухкомнатной квартиры более чем. Мой вид, на самом деле, тоже, ну давай покажем. Вот что, единственное, что прям бесит, это сто процентов. С пониманием того, что это детская комната, мы ходим, а тут прям перед нами другой дом, и окно в окно. Кого это, конечно, не смущает, но, как правило, когда окно в окно, вот так вот ты сидишь, у ребенка, точнее, делает уроки, а какой-нибудь сосед твой стоит, смотрит на ребенка. А зачем он на него смотрит? Вот это вот неприятно. А сейчас мы с вами будем переходить к блоку цен, что сделать действительно сложно, потому что цены неумолимо растут. Ребята, я хочу вас попросить, чтобы вы относились с пониманием, мало ли получится так, что на момент просмотра вы увидите одну цену, а на момент, когда вы будете где-то что-то считать, цена может быть другой, потому что это нормально. Вот Слава отмечает, в начале года одни цены были, в конце года другие цены были, и таких, как Слава, прорабов, ремонтников и прочих, огромное количество. Но, что интересно, первая квартира, которая на вторичке, она площадью примерно там 78 квадратов, на нее ушло 6 миллионов рублей, остается сейчас только людям закупить мебель, расставить кровати, диван и так далее, кухня и прочие, санузлы, все это в цене 6 миллионов. Занимательная математика, если мы возьмем миллион 800 за эту квартиру, разделим на 82, у нас получится цифра 22 тысячи рублей, но это не самый бюджетный ремонт. Вот эта квартира на 10 квадратов меньше, она была вот в таком состоянии, когда людям застройщик вручает ключи, и, соответственно, работы там больше, стены нужно поднимать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Разница в ценах следующая по работам, вот миллион 800 платит владелец первой квартиры на вторичке, и 2 миллиона рублей платит владелец второй квартиры. Это только лишь по работам, за рабочие руки. А сам по себе ремонт вот в этой квартире с материалами, с отделкой, с мебелью, с кухней, с техникой обошелся, внимание, в 11 миллионов рублей. То есть, в эту квартиру, которую мы сейчас с вами только что посмотрели, остается донести кровать, это все уже, как я понял, куплено, таким образом, вот 11 миллионов под ключ. Как вам? Вот, например, на ноябрь 2024 года, или даже правильно рассказать, на конец 2024 года, цена работ. Вот услуги бригады в целом, с учетом того, что будет в ней прораб, сколько стоит квадратный метр, когда мы делаем квартиру? Я бы закладывал 25 тысяч рублей, это от вот этой отметки, если более-менее нормальный ремонт, это 25 до 35. Это мы называем учетом капитального ремонта, что будет что-то ломаться, выноситься, возводиться, полы поднимаются, правильно? Да, заливка будет. Ваша площадь умножается на 25 тысяч, и вы получите примерно то, что мы видели на предыдущей квартире, правильно? Все готовенько, заходишь, остается только заносить мебель, верно? Вот мы посчитали, это то, что мы отдадим только тебе, за то, чтобы вы это все сделали. Сюда же будут уходить черновые работы, если мы делаем плюс-минус что-то среднее. Ты имеешь материалы? Да, мы не будем брать вверх-вниз, черновые, они же везде одно и то же, но в среднем используют. Вот сколько черновых сейчас вкладывают? По статистике, опять же, я назову среднюю стоимость, это 14 тысяч рублей за квадратный метр, то есть сюда входит доставка, подъем, сами материалы, инженерная система, то есть, но опять же, стоит учитывать, что чем больше площадь квартиры, тем ниже будет эта сумма за метр квадратный, потому что, как я говорил ранее, что в однокомнатной квартире, что в трехкомнатной, сантехника примерно одинаковая. Сантехника плюс-минус там на квартиру там 10-30 тысяч рублей, это закупка чернового материала, вот поэтому она в обеих случаях будет одинаковой. Ориентир 14, а там уже индивидуально нужно смотреть. Да, друзья, очень важно, хочу, чтобы вы просто услышали, чтобы вы не придирались, что мы примерные вам цифры называем, чтобы вообще было от чего отталкиваться. Я сейчас говорю про статистику, которую я готовился, вот я почитал примерно на 10 последних объектах, вот примерно. Хорошо, если мы переходим к чистовой отделке, давай какую-то усредненную также возьмем, там за квадратный метр, что скажешь? Ну, давай возьмем конкретный случай, вот допустим, в той квартире, где мы были сегодня, да, там получилось 3 миллиона за 80 квадратов, 3 миллиона мы делим на 82, выходит 36 тысяч 585 рублей за квадратный метр чистовая. И сюда еще, ребята, внимание, дополнительно, отдельно, это уже кухня, это отдельно мебель, телевизор и все то, что заходят. Это в цене в 3 миллиона. то есть получается, сюда отдельно мы плюсуем только мебель. Да. Двери тоже уже в цене. Двери тоже уже, Все уличную. Ну, короче, остается только вам шкафчики, поручи. Но это опять же, индивидуально, я не хочу, чтобы кто-то привязывался к этим цифрам, потому что мы сейчас зайдем на объект, там вообще другая история. Мы тоже все озвучим, сколько стоит, и люди увидят, за счет чего такая разница. В силу чего? Что здесь приводит к удорожанию? Поехали попасть. Ну, смотри, во-первых, озвучим тот факт, что здесь ремонт, несмотря на меньшую площадь, дороже практически в два раза. Вот. Что здесь делалось из того, что не было в той квартире? Во-первых, возведение стен. Здесь была пустая коробка, стен не было вообще. Во-вторых, отопление проводилось заново. Значит, мы подводили воду из коридора, то есть меняли все трубы. В квартиру заходят новые трубы, то же самое с электричеством, новый кабель. Вот. Ну и потолки здесь ощутимы, то есть понятно, что они дороже. Здесь теневой профиль, там обычный натяжной потолок. Из того, что, в принципе, бросаются глаза, это наличие подсветки, там ее не было. Ну и, в принципе, все. Ну и наличие, да, акцентные стены, да, безусловно. Здесь декоративная штукатурка, панели гипсовые, причем эти панели, кстати, вот тоже, вот что может привести к удорожанию? Вот если обратить внимание, вот эта панель, она выпирает то есть изначально толщина этой панели была 15 миллиметров, так после приклетки к панели мы еще наращивали стену для того, чтобы все было в одной плоскости. То же самое с зеркалом. Зеркало сейчас утоплено, то есть может показаться, что это очень тоненькое зеркало. На самом деле толщина этого зеркала 8 миллиметров, и вот эта стена наращивалась. То есть все вот эти вот компоненты, они подгонялись в процессе. Плюс вот это еще сделали выступ. Да, выступ для подсветки. Типа тоже для красоты? Для подсветки, да. То есть это такая парящая конструкция, здесь подсветка, ну и на ней же будет располагаться кондиционер. Друзья, обратите внимание, что это, грубо говоря, пожелание человека, кто это сделал. Вот, например, вот этот кусочек стены, венецианская штукатурка, правильно это называется? 35 тысяч рублей, вот только непосредственно за это. Здесь 68 квадратных метров, стоимость 11 миллионов. Но стоит учесть тот факт, что здесь на самом деле был полноценный дизайн-проект. Я сейчас стоимость не помню этого дизайн-проекта, но, скажем, тоже не из дешевых удовольствий. Плюс еще ведение проекта. Здесь постоянно находились дизайнеры, то есть был авторский надзор. Но на самом деле реализовать такой проект без дизайнера и без ведения этого объекта нереально. То есть сам человек... Ну, конечно. Да, и такой немаловажный факт, что сам заказчик, он вообще не участвовал в процессе. То есть он находился за границей и за все время, в данной квартире, кстати, шла около года, наверное, ремонт и работа шли, около года. Потому что почему, но самим заказчиком мы виделись два раза всего лишь на объекте. То есть минимальное участие и, пожалуйста, результат, мне кажется, более чем достойный. А вот тут можно прокричать «Тюуу! Вот это дядьку-то развели! 11 миллионов за ремонт под ключ вот в такой двушке в новостройке». Ребята, но не забывайте, я хочу сделать акцент, что тема ремонта строительства, она всегда вот такая. Слава, как прораба команда, забирает не 11 миллионов, а 2 миллиона рублей. А дальше идут хотелки заказчика. Я знаю, что будет комментарий, что все можно сделать самостоятельно и уложиться в миллион ну максимум в полтора миллиона рублей будет же такое здесь человек не приезжал на объект на все цены ему везде озвучивали дизайн-проект сколько будет стоит пожалуйста авторский надзор сколько будет стоить пожалуйста оплачивать двери радиаторы техника мебели прочее 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 в совокупности 11 миллионов рублей будет есть рабочая сила иностранная вот на хрена она нужна это иностранная рабочая сила почему нельзя взять и сколотить бригаду полноценную из русских людей учебный мало наших что которые хотят работать вот давай объясни в чем сложность например тебе взять на работу те кто будет заниматься черновой отделкой демонтажом те кто будет заниматься чистовой отделкой вот собрать бригад условно из 1 с воронежа 2 из москвы 3 санкт-петербурга 4 из архангельской 5 еще откуда то напишите город я думаю это связано с тем что все таки люди которые в принципе умеют что-то делать я про местных да зачем им вообще кто-то нужен какая-то организация вот пожалуйста выставляйте там явление на ежи там действительно все местные люди работают вот плюс все-таки иностранцы на пойма что они приезжают на заработки то есть они при у них такой вахтный режим то есть нужно выйти воскресенье стоит там тот же диван да они выходят то с ними проблем нету то есть ребята все настроены на то чтобы работать вот у местных же да надо понимать что все-таки есть там родственники друзья близкие личная жизнь конечно суббота не выйду либо там звонит условно там в пандельник вечером да я завтра не выйду а завтра должен приехать какой-то материал и все как головная боль его надо встретить поэтому в плане взаимодействия на самом деле вот с иностранцами проще то есть но это не те иностранцы как-то которых скажем так вот сейчас подумали да нет плане адекватные ребята которые также пользуются всеми благами там ходят в кинотеатры и прочее то есть уже вполне люди которые привыкли к местной атмосфере вот это на самом деле нужно просто понять и услышать я с этим лично сталкиваюсь я много с кем общаюсь ребята те кто действительно что-то умеют делать нас такие выпуски даже были вот виталий электрик сам все делает в рамках одного жилого комплекса женой работы вот столько и соответственно те кто что-то умеет зачем им идти то есть условно как бы до слова там прораб но все равно то есть он что-то говорит уже не хотят чтобы кто-то над ним был сам принимаю решение так далее работать в команде нафиг надо а те кто приезжают на заработки кто идет работать вот у тебя ребята были когда мне делали он будет можно я останусь до вечера то есть мы тихие работы делаем никому не мешаем но я буду до 10 и вы здесь ты хочешь вообще-то больше 10 раз проснешься вот это вообще шикарно будет внимание чтобы мне не тратить время на дорогу домой дорогу обратно два часа я лучше два часа потрачу здесь я быстрее закончу твой объект и я уведу да 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 мне это и надо вот именно в работе подрядных организаций да когда приезжают собирать мебель потолки кухня вот зачастую там работают местные ребята то есть не больше такого чтобы я видел кого-то иностранца вот я думаю что это связано с тем что все-таки люди они не хотят привязываться на долгий срок ну то есть вышли на потолки там неделю до они отработали все там дальше могут отдыхать решать свои задачи то же самое с кухней мы приехали там за два дня сделали все встречаются сантехники тоже как бы уже местные то что опять же это те работы которые требуют минимального количества времени и что самое важное они оплачиваются ну как бы работа сами по себе дороже да вот этим сталкивать но где мы видим местных ребят которые выносят мусор да я так еще не встречал хотя это тоже вот который надо делать вообще демонтаж его смысл это отдельная история там с таким контингентом на сталкиваешься что платить в условно за вынос мусора кто хочет да но условно там если в рынке можно вынести за 5 тысяч рублей 10 тысяч рублей никто платить не будет ну то есть почему слушай но работа сам по себе не ценится вот я скажем так в этим занимаюсь я значимую вот когда условно приходит тоже дворник да и за какую-то кучу мусора после 5000 рублей это уже дорого и ты его продали лишь на то чтобы он еще подъезд помыл а придет местный сказки скажет 10 тысяч рублей вот ты сам кого выберешь я выберу лично тех кто разрешил 5000 вот и вот вот так во всем поэтому наверное местные ребята вот с этим но по большей части не сталкивается сейчас на экран я вывожу вам вот такое письмо пишет его анна есть такое выражение кратко из сестра таланта за что они огромнейшее спасибо ребята я вам просто рекомендую нажать на паузу и прочитать все это письмо все по существу как мне кажется ничего личного вот именно та самая выжимка по информации от человека который этим вопросом занимается ежедневно почитайте пожалуйста более того скажем так иностранцев сейчас уже вот тех же граждан узбекистана таджикистана небольшие сложности со въездом в российскую федерацию а вот это мне кажется что основной факт того что выросли цены то есть этот факт все-таки сказался потому что от местные ребята они на самом деле да с ними проще взаимодействовать там в том плане что мастер знает свою работу за ними особо следить не надо плюс они сами могут с клиентом решить какие-то вопросы без моего участия но цены конечно не будет дороже существа вот здесь начинается тоже такая интересная история миллион восемьсот работы до миллион восемьсот мы делим на 7 правильно а 7 месяцев месяцев 7 месяцев то есть получается двести пятьдесят семь тысяч рублей ежемесячно человек платит за работы когда вы делаете вот ты говоришь сколько вот может сейчас рассказать вообще разбить по цене вот у тебя есть ребята рабочие кто сколько с такого объекта может заработать чтобы людям вообще было понятно или как даже правильнее привести на прямо возьмем там привычную нам среднемесячную зарплату на вот строительстве в частности в ремонтах считается слушая честно говоря очень сложно подсчитывать зарплату он потому что у нас же скажем так каждый этап длится меньше месяца то есть заходит плиточек на две недели электрик но суммарно есть так прикинуть то наверное от 150 тысяч вот туда зарабатывать там 180 кто-то будет вместе когда тот же плиточек можно работать 300 тысяч рублей в зависимости от сложности плитки вот или это также зависит от сложности электромонтажа так что здесь на самом деле цифры плавают то есть нет определенной фиксированной ставки вот сколько человек отработал столько и получает хорошо по-другому тогда еще вопрос поставим от него 800 это просто реально вам наверняка будет интересно вот твои как прорабские то что ты ведешь из этой суммы ты можешь сказать какая потому что тогда мы сможем высчитать следующее сколько условно ты ведешь за этот получать за этот объект и остаток получается забрали роносе сурово ну примерно 25 процентов 25 может быть 30 насколько мы умножаем на 2 2 2 2 можно 25 то что бывают некие такие моменты не учтенные которые я говоря решая за свой счет 450 тысяч звучит неплохо но мы делим на 7 получается 65 тысяч ежемесячно с объектами звучит смешно на самом деле это работает немножко не так дело в том что если вести один объект тогда да действительно то есть этого не стоит вот но даже с учетом того сколько времени тратится на этот объект да то есть если вести только его тут и в день там уж прижать на час и все там слон девять часов стоило время свободные ты можешь заниматься чем-то другим я же виду не один объект то есть у нас скажем так большое количество объектов поэтому может быть суммы в процентном соотношении исходя же опись общей сметы небольшие но пытаемся скажем так брать количеством вот количеством квадратных метров я же по сути зарабатывать квадратного метра условно какой-то процент а вот здесь мы с вами сделаем выжимку а можно ли вообще зарабатывать на ремонтах ответ однозначно да но с грамотным подходом когда у тебя уже есть опыт многие кто из вас сейчас посмотрит то занимается ремонтами либо тот кто что-то слышал про ремонт скажут да мы можем сделать все дешевле и почему-то строить построение бизнеса начинается именно с того что нужно все демпинговать снижать цену так чтобы у нас самые низкие цены по рынку молодцы а когда подходит конец даже как отмечает вячеслав и другие что люди без опыта не доходят до этого конца не просто пропадает аж они понимают что они посчитали неправильно плюс где-то допустили какой-то брак косяк со своей стороны и они должны за это косяк платить все сел на попу ничего не сделал многие из вас у меня спрашивали номер слава с мыслью как он не потом рассказывал что люди приходят они пытаются вроде как мы проверенные мы не обманем но приходит и так что сделайте нам работы по самому-самому низу рынка где-то найду цены так еще вы еще ниже сделать ответ нет мы себе цену знаем в том числе обсуждается часто что вот есть доски объявлений там полным полно мастеров там полным полно мастеров в кавычках но самих по себе мастеров как правило днем с огнем не сыщешь потому что у них все расписано на 2 на 3 на месяц вперед на две-три недели на месяц вперед поэтому я здесь убежден когда у человека прямые руки это сто процентов вот я думаю здесь даже спорить не будет умеешь ты реально круто класть плитку вот умеешь ты действительно хорошо наносить там венецианскую штукатурку ты умеешь оперативно быстро качественно собирать мебель ты всегда сможешь на этом заработать ты пришел одному второму третьему собрал тебя потом уже самого будут рекомендовать поэтому знаете сегодня там распространена реклама айти мол идите войти на мой взгляд сегодня как раз вот неплохо обучиться определенной профессии работать руками как минимум в крупных городах ты всегда будешь с работы голодным ты точно не останешься зарисовочка всегда интересно посмотреть что там в деталях ну материал такой материал секоль я попросил славу чтобы он подготовился к съемке и показал нам на живых примерах что мы сейчас увидим слушай я бы хотел затронуть первое всего такую значит интересную вещь когда человек задает вопрос вот слав я постел условно твой чек да то есть список материалов и тот же самый товар я нашел дешевле на том или на других площадках вот я хочу скажем так развеет тот миф что где-то какой-то материал оригинальный можно купить дешевле в два раза то есть может быть там разница там три четыре пациента вот смотрим вот есть нас две трубы что это такое объясним все это труба и хау она предназначена для водоснабжения также ее можно использовать в отоплении то есть на сегодняшний день это одна из самых надежных труб которые можно использовать сколько она стоит в оригинале по той цене пока варты и в оригинале она стоит 300 рублей там с копейками ну скажем митристр рублей до метр погонный вот это оригинальная труба и подделка частности вот эту трубу я купил за 150 рублей то есть это для тех кто знает это рехаус стабил то есть стабильная труба она сгибается и удерживает свое положение то есть флекс есть стабил ну как бы знающие люди поймут в общем вот эта труба у нас китайская сразу же можно понять по надписи вот и видишь разницу между этой трубой и вот этой короче смотри друзья вот давай вот это отлично можно прям по живому показывать вот смотрите сверху у нас труба оригинальная до снизу у нас получается китайская качество печати и нанесения сразу страдает то есть верхняя отчетливей на самом деле неплохая подделка вот и зачастую их не отличают разница заключается в том что здесь у оригинала стенки толще вот я вставляю аппарат в эту трубу чувствуется то без люфта все идет туго вот а теперь дай эту трубу то есть повторяю что это одна и та же труба одно и то же сечение но на деле видим еще раз в это все вставь вот то есть заходит так что диаметр трубы внутри меньше здесь диаметр больше за счет того что стенки тоньше я имею ввиду диаметр больше туда пустота да да здесь еще раз для наглядности вот пожалуйста но это чувствуется прям вот теперь давай мы второй разожмем да вот эту трубу подержи пожалуйста вот это оригинальная труба мы разгибаем то есть здесь трещин нет никаких то есть это видно труба осталась в таком же состоянии а это по этой трубе вода бежит да да по этой трубе бежит вода подержи вот это здесь тоже не факт что что-то будет но зачастую она трескается не сейчас трещина не пошла ну-ка не трещина сейчас нету но бывают такие моменты когда вот прям по вот этой оболочки идет такая микро трещинка вот сейчас как бы все нормально но и стоит учесть что все-таки здесь диаметр больше и труба разжалась меньше ну то есть по отношению к этой и соответственно в дальнейшем чему это может привести я думаю что ну скажем так если дать то давление максимально который может выдержать труба то конечно же это труба а давление не выдержит то есть рабочее давление этой трубы 10 атмосфер то есть здесь подав 10 атмосфер тоже труба должна прослужить вот сколько там насколько дается гарантия а 10 атмосфер дает в эти трубы нет 10 не дают слушай ну допустим на отопление если не ошибаюсь три-четыре атмосферы на воду обычно 5 ну примерно 5 не больше вопрос есть полную нагрузку не дают чё же она плохая слушай она не плохая но разница делать в том что ну давай предположим разница между этими трубами составляет два раза да то есть эта труба 2 раз дороже а если учесть расход трубы на квартиру это примерно 50 погонных метров до 50 погонных метров умножаем на 150 рублей это разница в трубах вот мы получаем разницу сколько 50 мы умножаем на сто пятьдесят сесть планет и но вот это у стоит невозможно смотрите они факт что с этой трубой скажем так что него что она прорвет будет что-то не то вполне возможно что она также будет служить долго вот но сам факт того что если пара безначально знаю что он использует некачественную трубу то всегда в голове есть мысль о том что где-то что-то может прорвать вот эта компоновка ничем не отличается от той от дорогого ремонта здесь все то же самое другое дело что можно было конечно обратить все по-другому но здесь не было возможности в первую очередь мы перевалили вот эти стояки тоже поменяли краны вот далее значит фильтр не за стоит озвучивать нет это фильтр тонкой очистки маномер регулятор давления фильтра я чёрну знает кстати вот видимо есть такой клапан фановый клапан вот кстати вот так когда у вас такая история лучше стать фановым клапан то что это такое сейчас кто-то сил воду и условно вода ушла из нашего унитаза то есть нехватка воздуха воздуха заборника нет а вот поэтому таких случаев нужно ставить фановый клапан когда условно этот клапан дает необходимое количество воздуха такая чего вы не ставите здесь слушая не знал что есть такая проблема вот еще раз так что кстати да такое было что после ремонтных работ человек звонит и просит это делать какие-то вещи связанные вот с такими моментами вот мы сейчас то вы заметили вот надо будет его поставить в общем я возвращаюсь к сути вот фильтр на 5 микрон вот и самое главное это стима протечи которую мы ставим здесь у нас есть датчик да я объясню просто смотрите друзья включи можно может быть вальчик ну да если да я объясню даже так это проще будет вот он датчик он лежит там под трубами вот сюда если капнуть сейчас давай покажем вот мы можем опустить воду все там секунда 2 предположим что пошла вода на теперь что происходит система срабатывает и она сама автоматом перегревает вентили она пищит отходи она пищит эта система и у нее еще есть фишка такая что например в этот момент если вы ее купили с вайфай модулем вам в телефон такой раз или в часы даже также в умные опа дома какая-то опа поняли да игра слов и таким образом ты уже знаешь то что блин нифига себе что там дома сработал он ты хотя бы может быть спокоен что вентили перекрыты ну кстати цена вопроса если кого интересует вот такая система с вайфай модулем с возможностью настройки приложения на смартфон она стоит около 32 тысяч рублей обычно система без вот этой функции стоит около по 18 тысяч рублей зарисовочка не 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 отстал притормози тормози зарисовочка на чем ездит прораб но вот смотрите джили ту гела раньше у тебя была skoda octavia до китаец да сколько пробег на нем 105 сейчас попал с по бегам я откатал уже 40 тысяч они от их пробегу до 60 тысяч проверку чатно все там все с чем-то ну вот давай живой отзыв 100 тысяч пробег слушай но вообще без нареканий вот в принципе кого вслужусь у дилера то есть ну по тачке по технике вообще вопросов 0 делу то не ломается какие-то ничего нет вообще ничего и вот я недавно поменял грм то есть обслуживание на самом деле не такой дешевый хотя 70 тысяч рублей вот за плановые то кого это относительно на сегодня небольшие деньги но в плане расходов национальные дайте к ему 70 тысяч рублей но как бы ты миша с грэмом за грэмом раза все же этого официалов можно просто кота приезжаешь маслом не слушает по моему около 30 что ли ты сможешь но на самом деле если кто-то у кого-то есть время опять же да я им не располагаю то есть где-то покупать отдельно эти масла фильтра у меня нет этого времени то есть я пойму что я переплачу там словом 10 тысяч рублей но я поехал утром машину оставил вечером приехал забрал все вот видите как и на самом деле пишет они действия так скажут и переплатишь тысяч 15 а то и 2 даже если 20 ну ну я лично до места хватает так вот не жалко на машине то вот как машина сама писать не дешевая слушай нет на самом деле не жалко я как машина больше оцениваю как такой заши осудный материал для бизнеса поэтому не постоянно вожу но если затрагивать но в плане удобства конечно уж коды багажник был больше но было удобнее но здесь комфорт конечно не сравнимый планет мысли купить себе какую-то отдельную машину для работы чтобы я думал об этом на самом деле но дело в том что я ценю комфорт прежде всего и в принципе кого то что ты сейчас видишь да я по большей части вот это и вожу на объекты ну то есть я багажника тех вот тогда багажников ты хватает плюс как приятный расход динамика офигенная ну сам мне . нравится короче китайцы рекламируешь короче друзья прикол нас заключается в том что обычно я выпуск хочу сделать время до одного часа но на момент съемки время уже пол четвертого мы начали снимать в пол одиннадцатого ну прям вот прям вот начали снимать у нас материала мне кажется этих диалогов три часа набралось а если не больше но мы прям сегодня очень много рассказываем показаны показывали оператор уже начинает бастовать мол все 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 поэтому нам нужно заканчивать я надеюсь что этот выпуск у вас пролетел на одном дыхании и с пользой и возможно у вас остались вопроса почему вы не сняли или не спросили про и пишите их комментариях потому что если вам это понравилось это увижу по вашей обратной связи ничего нам не мешает снять вторую часть где уже детальнее например ответить на ваши самые частые вопросы а вот здесь хочу в качестве благодарности сказать следующее если вдруг кому-то из вас нужен контакт вячеслава пожалуйста телефон есть на экране обращайтесь я вас напрямую сведу с одним пониманием что работают они по москве московской области по регионам никуда не ездит это что у них не самые низкие цены поэтому если вдруг вы в погоне за самой низкой ценой то вам точно не к вячеславу мы в тот же момент далеко не самые высокие цены но тут вы договоритесь самостоятельно ребята всех вас жду в комментариях не добавить не убавить увидимся с вами в следующее воскресенье обязательно подпишитесь на канал если вы вдруг этого еще не сделали до новых встреч пока пока а а а